Игрокам сборной Колумбии Карла Судбака и Матио Сууриба не позавидуешь. Они не только подвели свою команду, но и сильно разгневали фанатов на родине. Игрокам, которые в матче с Англией не смогли реализовать пенальти, теперь предлагают лучше не возвращаться домой. В соцсетях футболистам сообщили, что они уже покойники. И если игроки других стран отмахнулись бы от интернет-угроз, колумбийцы знают, в их стране фанаты уже брали за оружие. 3 июля была 24-я годовщина со дня убийства футболиста сборной Андреаса Эскобара. Его застрелили после возвращения с Чемпионата мира 1994 года. Тогда автогол Эскобара помешал колумбийцам выйти из группы. Об истории Эскобара напомнили и другому игроку сборной Колумбии – Карлосу Санчесу. Фанатов не удовлетворила игра полузащитника в матче с Японией. Один из пользователей Твиттера опубликовал фотографию Санчеса рядом со снимком убитого Эскобара и подписал фото «Предлагаю помечтать». В полицию пришлось обратиться игроку сборной Дани Николаю Йоргенсену. После того, как он не забил пенальти в матче с Хорватией, ему тоже стали поступать угрозы. Датский футбольный союз решил пресечь подобное поведение фанатов. «Пора это остановить. Наше общество не должно принимать угрозы убийством ни в отношении звезд Чемпионата мира, ни в адрес политиков. Это абсолютно неприемлемо. Чтобы закончить это безумие, мы сообщаем об этом случае в полицию». Тысячи злобных комментариев с угрозами убийства и расистскими высказываниями получил и шведский футболист с сирийскими и турецкими корнями Джимми Дурмаз. Его нарушение в штрафной противника стало причиной победного гола в матче с Германией. Чертову иммигранту и террористу пользователи соцсетей предложили срочно покинуть сборную. За Дурмаза вступилась вся команда и Федерация футбола Швеции. «Я играю в футбол на высоком уровне. Спокойное отношение к критике – часть нашей работы. И мы принимаем это каждый день. Но когда тебя называют смертником и террористом, когда моей семье, моим детям шлют угрозы убийства, такое нельзя оставлять просто так. Я швед, я горд носить футболку с нашим флагом. Мы едины. Мы шведцы. А правда ведь? К черту расизм». А капитан сборной Нигерии Джон Аби Микел накануне поделился и вовсе страшной историей. За несколько часов до матча с Аргентиной ему позвонил родственник из Нигерии. Он сообщил, что отца футболиста, по Майкла Аби, похитили и передал номер похитителей. Они потребовали выкуп и пригрозили убить отца Микеля, если он свяжется с полицией. Футболисту пришлось принять непростое решение. «Я был подавлен и должен был решить, смогу ли играть. Я был растерян, но в конце концов понял, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев. Мне нужно было выкинуть произошедшее из головы и сосредоточиться на игре». Через неделю отца футболиста освободила нигерийская полиция. Сейчас он находится в больнице. Преступники пытали заложника. Нигерия в тот день проиграла и вылетела из чемпионата. Джон Аби Микел играл все 90 минут матча.